Двухлетняя Дениса любила ходить в школу. Она любила играть со своей лучшей подругой Тимеей. Но когда Тимея играла с другими маленькими девочками и мальчиками, Денисе становилось грустно. Она шла в угол и громко плакала. И это происходило каждый день. Что могло сделать маленькую Денису счастливой? Мама Тимеи была учительницей. И каждое утро она забирала Денису из дома по дороге в их школу в Румынии. Однажды Дениса и Тимея, как обычно, пришли раньше других детей. Две девочки затеяли веселую игру в прятки. Они прятались под большим столом. Они прятались в ванной. Они прятались за стульями. Потом они играли с массой для лепки и раскрашивали картинки. Через некоторое время стали подходить другие дети. И Тимея начала играть и с ними. Денисе это не нравилось. Она хотела, чтобы все внимание доставалось только ей. Она пошла в угол комнаты, села на пол и начала плакать. Учительница подошла и обняла ее. «Тебе не стоит плакать», — сказала учительница. «Лучше играть вместе со всеми, а не только с Тимеей». Дениса перестала плакать. Ей нравилось, когда учительница обращала на нее внимание. «Давай вместе помолимся», — сказала учительница. Дениса знала, как стоять на коленях и молиться, потому что все дети каждое утро вместе молились. И она сразу же встала на коленки. Учительница тоже, преклонив колени, начала молиться. «Отче наш, пожалуйста, помоги Денисе успокоиться и понять, что лучше играть не только с Тимеей, но и с другими детьми тоже». Дениса молилась о том, чтобы перестать плакать. Затем учительница попросила Денису помочь подготовить несколько занятий для детей. Через некоторое время Дениса присоединилась к группе детей и начала играть с ними. Они собирали деревянные пазлы с птицами, лягушками, кузнечиками. Денисе особенно понравился пазл с изображением маленькой птички с желтой грудкой и коричневыми и зелеными крыльями. В течение этого года учительница много времени проводила с Денисой в молитве. На второй год все стало проще. Через некоторое время по субботам Дениса вместе с Тимеей и учительницей начала ходить в церковь. Учительница вела субботнюю школу, и Денисе нравилось молиться и слушать об Иисусе. Сегодня Денисе 10 лет, и она по-прежнему много молится. В субботней школе она всегда первой поднимает руку, если кому-то нужна помощь. Дениса и Тимея по-прежнему лучшие подруги. Они почти каждый день играют вместе. Часть ваших пожертвований 13 субботы помогут открыть школу и центр внешкольного обучения в Румынии, где дети смогут научиться молиться так же, как Дениса в адвентийской школе. Благодарим вас за щедрые приношения.